На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. Приветствую вас, друзья! Забавные метаморфозы с нами происходят, когда мы выясняем сказку. Я люблю задавать этот вопрос, какая ваша любимая сказка. Задумайтесь о своей любимой сказке, а я вам на примере одного политического деятеля расскажу, как действует сказка на него и что с человеком происходит, если он не выполняет сказочный завет. Потому что сказка это миф о самом человеке. И мы следуем этой сказке. И если мы следуем до конца, переходим на другой уровень, тогда мы правильно живем. А если мы нарушаем, мы начинаем разваливаться где-то на ментальном уровне. И превращаемся, ну можно превратиться в обличителя и пособника власти, и обличителя людей, фактически вот как Сережа Лещенко, с которым я брал интервью. Еще в прошлом году, летом мы сидели, я задал вопрос, какая твоя любимая сказка. И вы знаете, что он тогда сказал? Он сказал его любимая сказка «Голый король». Об этой сказке по-подруге. Про голого короля, да, можно вспомнить сказку? Как она там? Король-то голый, да? Сказка про голого короля? Это сказка Андерсона, да? Андерсона. Наверное, да. Тебе мальчик нравится? Король-то голый. Который кричит, король-то голый. Ну он герой главный. Который разоблачает короля. Да. Итак, политические сказки. Почему они важны? Потому что на самом деле сказка, которую вы сами себе выбираете, а мы обычно выбираем ту сказку и того сказочного персонажа, которому мы увлечены, в восторге и хотим быть как он. И первая же сказка, которую мы вспоминаем, она и есть правильная. И вот когда-то, сидя с Сергеем Лещенко на террасе, беседуя с ним, это у нас есть на записи, я задаю вопрос, какая твоя любимая сказка? А он говорит, голый король. И вот анализируя эту сказку, я ему говорю о том, что ну ты же получается вот тот самый мальчик, который кричит королю, король-то голый. Добрый день. Я король. В общем-то, этот персонаж и является ключевым, потому что само выражение король-то голый является ключом для героя. Этот мальчик является героем. В то время, как вся челядь молчала, он единственный. И поддакивала королю, что у него прекрасное платье, оно просто невидимое для идиотов. Но этот мальчик прокричал истину, потому что новое поколение, оно видит мир по-другому, оно видит, что король-то голый. И вот этот мальчик прокричал, король-то голый. И из-за этого эта прекрасная сказка вошла в мемы и распространение. И, наверное, поэтому Сережа Лещенко ее и выбрал, потому что он изначально пошел в журналисты и всегда говорил, король-то голый, разоблачая Кучму, разоблачая Ющенко, потом разоблачая Януковича, а потом Порошенко разоблачая, и говоря, вот король-то голый. А я говорю, а как же сейчас? Вот год назад он говорит, а сейчас что? А сейчас Сережа поступил на железную дорогу работать за 10 тысяч долларов. Сережа прекрасно устроился при администрации президента и потерял голос этого мальчика. Он перестал быть юным мальчиком, этот мальчик вырос. Этого мальчика за то, что он был такой честный, уже другой король, взял в свиту. И он точно так ходит вокруг этого короля и не видит, что король голый. То есть он потерял зрение. Он потерял нюх, слух, и это приведет к его ментальной катастрофе. Потому что, когда вы не следуете своей сказке, рано или поздно вы разваливаетесь и идете не тем путем. Идеальное место было, когда Сережа, как журналист, кричал, что король голый, занимаясь разоблачительными текстами. И ужасно, когда Сережа уже прислуживает власти. Потому что то, что вчера произошло, вот этот самый САП, обратите внимание, как Сергей Лещенко мягко обходит эту тему. И все равно переходит на то, чтобы гнобить уже ушедшего Порошенко, находящегося под преследованием. Гнобить этого Ахметова, потому что на того идет гонение властью. И полностью не замечает проблемы слух народа. Да, тихонько он упоминает, что там Гагилашвили что-то. Но это же не важно, правда. Или там вот хам от слух народа, который на дороге остановили на хаме. Он тоже говорит, это тоже как-то так вот. Да, недоразумение. Вы сразумели? Кто осматривал машину? А у вас что, дипломатичный автомобиль? Этот автомобиль мне принадлежит на декларации, задекларирован, как народного депутата. Как вы могли бы это смотреть? Вы что? А чем он відрязняет в единственных автомобилях? Ты что, больной на голову лише? Я вас прошу нормально. Ты услышал меня? Это автомобиль народного депутата Украины. Да, ты можешь его осматривать. Ну, дебил, на что я тебе могу сказать? За кермом же был народный депутат, Депутат. Представляет нашу державу на международной арене, да? Послушайте. Ну, это красиво застукует он. Скажите, пожалуйста. Если он дебил, так я могу? Полицей. Так обоснуйте, пожалуйста. Дебил, чего я дебил? Зачу это вы? Но самое главное, что вот сейчас все молодые журналисты, которые работают с Европейским Союзом, с американцами, кричат, орут о том, что САП – это катастрофа, безвиз лишат, МВФ не даст денег, вообще санкции будут. Сережа так мягко обходит и, в принципе, выгораживает того самого короля и продолжает говорить, что король одетый. Но на самом деле король голый. И мы это увидели, потому что на сегодняшний день я не знаю, кто будет говорить, президент, когда встретится с МВФ, или когда будет говорить с Байденом, или когда будет говорить с европейскими послами, потому что король-то оказался голый, потому что окружение подставило его и не пошило ему платье. Платье того самого САП. Не знаю, причина, почему Зеленский так держится за эту команду, которая фактически унизила Украину. А Сережа подпевает этому и перестал быть маленьким мальчиком из той самой сказки, а стал прожженным политиканом, который играет в свою игру. А это уже катастрофа, потому что исчезает искренность нового поколения, искренность того самого Сережи Лещенко, который так долго всегда разоблачал власть, который кричал вовремя всегда, король-то голый. Мама! Он голый! Он совсем голый! Что это? Все означает. Лишь то, что народ наш темен и глуп ваш мучший. И это поколение, вот Сережа Лещенко, устроившись во власть, получил дивиденды, которые шло, по сути, получило то, к чему оно шло. Квартирка, хорошая зарплата и надежда на то, что уйдет на пенсию. Вот поэтому у них нет будущего. А будущее есть у страны и у тех молодых людей, которые видят, что король голый. Зарабатывайте свободу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова